Прошедшую зиму в этом году можно по праву назвать европейской. Если в 2013-м резкие перебады температур окончательно привели в непригодность дорожное полотно, то в этом состояние транспортных артерий после прошлогоднего ремонта осталось почти в первозданном виде. Поэтому сегодня главная задача для ремонтников – сохранить то, что есть, и продолжить класс асфальт там, где это необходимо в первую очередь. На 2014-й год запланировано в общем количестве по протяженности 37 километров сплошного асфальтирования по улицам города. Это сумма финансирования порядка 40 миллиардов рублей. Это в действующих ценах, ну немножко индексы где-то уйдут, эта сумма, наверное, увеличится, но, по крайней мере, сейчас такой объем финансирования запланирован. Есть конкретный перечень улиц, это и московская, и по каждой улице у нас отработана не просто перечень, а выделены участки, определен метраж и определенные исполнительные работы. Дубровка и Лечица. В этих районах капитальному ремонту дорог будет уделяться особое внимание. Сегодня на улице Дворникова уже сняли старый слой асфальта. Сотрудники ДЭПа занимаются установкой бордюров, люков и ливневок. В то время как жители Дворникова ждут новую дорогу, проживающие по улице Мичурина уже успели забыть о постоянной пыли и грязи в переулке. На этой неделе у них появился долгожданный асфальт. Ведутся дорожные работы и в районе переездов по улице лейтенанта Рябцева. Там, где проводятся работы по замене теплотрасс, инженерных сетей, мы уходим от той практики, когда непосредственно по вырезанным направлению той или иной теплотрассы меняется асфальт. Этого не будет. Мы сейчас будем делать несколько шире, то есть 5-10 метров в одну или в другую сторону, в зависимости от того, насколько повреждена та или иная часть, как проводились работы, и асфальтировать, собственно говоря, некой площадью. Я думаю, что это даст положительный эффект. Почему? Потому что тогда, когда идет проседание грунта, в этом месте, конечно, образуются трещины, и очень быстро это покрытие приходит в негодность. Его приходится заново перекладывать или делать ямочный ремонт. В этом году в Бресте будут проводиться три вида ремонтных работ на дорогах. Сплошное асфальтирование, верхнее покрытие и ямочный ремонт. Первый способ применяется при изношенности дорожного полотна более чем на 10%. Второй – для защиты и продления срока службы асфальта. Ямочный ремонт необходим там, где новое покрытие просто бессмысленно. Что такое ямочный ремонт? Если его выполнять при ямочности до 5%, это есть смысл. Даже на новом асфальте где-то возникают какие-то вопросы. И выполнять его каким-то другим способом не представляется возможным, нет смысла. Ямочный ремонт здесь как раз экономически целесообразен. А при большой ямочности от 10 и выше процентов – это просто закапывание государственных денег. На сегодняшний день мы будем применять только асфальт, который имеет модифицированные присадки. Он гораздо более стойк к воздействию в том числе и атмосферных явлений. Он стойк к нагрузкам и ко всему остальному. Ямочный ремонт планируется закончить к 1 мая, в то время как сплошное асфальтирование необходимо завершить до первого дня лета. Поэтому уже совсем скоро водители смогут прокатиться по обновленному дорожному полотну без риска для своего железного коня.